Как должно быть в будущем? Вы в будущем и в Самаре в том числе, да? Как должно быть в будущем? Ну, я не знаю. Мы думаем все-таки, что Самара стоит более такой, больше графов, больших домов, парков много, леса красивых. Да, человек, имеющий какие-либо нарушения зрения, слуха, передвижения, просыпается утром, и он уже не задумывается, как он должен достигнуть того объекта, куда ему надо идти. Он просто одевается и идет в такой город. Тружественный человеку с ограниченными отношениями. С человеческими отношениями, да, тоже? И будет, и он нам нужен, и мы к этому стремимся, и мы к этому с вами все вместе идем. Мы живем совершенно в разнообразном мире. Мои потребности у нас у всех одинаковые. Возможности разные. Для людей, которые перекидаются по-другому, там, на коляску, так далее, необходимо создать доступную среду. Для тех, кто не видит, необходимо обеспечить информационное сопровождение, там, какие-то надписи, шрифт, апреля. Для тех, кто имеет интеллектуальные проблемы, это также возможно сделать путем обеспечения навигации с помощью световой, капли и так далее. То есть, возможности решить эти проблемы есть. Универсальный дизайн влияет на жизнь всех людей без исключения. И все люди обладают различными способностями и возможностями. Многие действия, о которых человек порой не задумывается, совершая их каждый день, подчас представляют непосильную задачу для любого, кто входит в список маломобильных групп населения. Это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Согласитесь, вот в такой среде жить некомфортно. По данным статистики, в маломобильные группы населения входит более 36% жителей России. Почти 9% из них – люди с инвалидностью. У каждой категории инвалидов свои потребности и важно найти соотношение между потребностями людей с разными возможностями. Универсальный дизайн объединяет все пространства одной важной характеристикой. Он должен быть удобным для всех. Универсальный дизайн – это создание такой окружающей среды, которая может использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации. Такая среда должна быть, во-первых, безопасной, должно быть четкое разграничение зон. Это может быть и разная поверхность, и специальные бордюры, и даже просто деревья и фонари, обозначающие край тротуара. Во-вторых, удобные. Это специальные лифты и автоматические двери, подъемники, пандусы и съезды, низкопольный транспорт. В-третьих, понятные. Таблички, указатели, вспомогательные приспособления должны четко объяснять, где человек находится, где вход и выход. Указатели должны быть тактильными или сопровождаться аудиоинформацией. В-четвертых, доступ к информации должен быть ориентирован на самые разные способы ее получения. Специальный звуковой сигнал, вибрации, тактильные указатели для ориентации в пространстве, даже шум фонтана. За последние годы Самара стала более доброжелательной к людям с ограниченными возможностями здоровья. Построен замечательный железнодорожный вокзал. Реконструирована набережная Волги. Стали доступными стадион Металлург, оперный театр, художественный музей. Правда, на таких подъемниках не очень комфортно. Учебные заведения также приспосабливаются к особым ученикам. Люди с инвалидностью могут самостоятельно посещать офисы Сбербанка, совершать покупки в магазинах, в некоторых истеках и в торговых центрах. Появилось много низкопольных автобусов. Но чаще бывает вот так. Еще многое в Самаре надо сделать и переделать. Совершенно не адаптированное метро. К сожалению, не всегда пандусы соответствуют нормативам. Дорожники забывают делать тротуарные съезды или делают их неправильно. Да и набережная не приспособлена для незрячих и глухих людей. Чтобы не было таких огрехов, члены организации Десницы выезжают на строящиеся объекты города с инспекцией их доступности. Название акции «За жизнь без барьеров» вы получаете может быть задавались вопросом, почему вот «За жизнь без барьеров». Оксана Олеговна сказала о том, что вот барьеры – это бордюры, барьеры – это пешеходные переходы, барьеры – это отсутствие тактильной плитки для слабовидящих и невидящих людей. Да, это действительно физические барьеры. Но существуют еще и барьеры другие, барьеры, которые связаны с отношением к этой проблеме. То есть это барьеры, которые у нас в голове. Чтобы разрушить эти барьеры в головах, Десница проводит акции «Недели доступности», семинары со студентами Самарского государственного архитектурно-строительного университета на тему преимущества универсального дизайна. Кто, как не студенты этого вуза, способен сделать наш город комфортным и безопасным для всех категорий населения? Следующая остановка – город будущего. Безопасный и удобный для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok